Пациент нажимает кнопку и на посту медсестры, также на наручном браслете, отображается то, в каком боксе вызывает. Что, собственно, поможет нам быстро и своевременно оказать медицинскую помощь. Теперь каждый пациент с COVID-19 в Богучанах будет на оперативной связи с медиками и в одном месте. До сих пор инфекционные пациенты были распределены по разным помещениям районной больницы. Отныне команда красной зоны бороться с вирусом будет здесь. Такие госпитали появились в семи городах Сибири и Урала, включая Богучанский район, благодаря Олегу Дерипаско. Он еще весной на встречу с губернатором Александром Мусом говорил, что COVID с нами надолго и надо строить современные больницы. Речь идет о таких сверхрекордных темпах строительства, применении по-настоящему современных технологий, хотя это небольшой объект, но мирового уровня. Оборудование самого высшего класса, актуальные ситуации применительно к COVID-19, огромное подспорье. Этот компактный корпус только смотрится небольшим рядом с районной больницей. На самом деле это современный многофункциональный комплекс. В Богучанах ситуация с коронавирусом сложная. Количество больных растет, дополнительные несколько десятков мест как нельзя вовремя. Да, мы испытываем определенный дефицит кадров, но мы над этим активно работаем. Вот, конечно, и вот в этой ситуации было удивительно то, что тоже вот откликнулись к нам Олегу Вадимовичу, его команда, с тем, чтобы привыкли к нам специалистов на территории. Ренематолога очень дефицитная профессия, которую трудно в наше время, как говорится, добыть. Вот он у нас в настоящее время работает. Новый корпус, новые силы для работы. Для персонала здесь предусмотрено многое. Сразу после открытия будут переданы и средства защиты. Экипировка для докторов закуплена. Работать, уверен, инициатор строительства придется еще долго. Мы с такой проблемой давно не сталкивались. Это практически как война. Я не верю, что она закончится этой весной. Вирус, он никуда не уйдет. Все, что мы можем сделать, это изменить свое поведение. Это сократит его скорость. Только средства индивидуальной защиты, гигиена, максимально быстрая диагностика. Это как раз именно то, что и, безусловно, защита медицинского персонала. Чтобы здесь были самые современные решения, которые позволят людям не беспокоиться и не ехать никуда. Чтобы все оказывалось здесь, на месте. Когда все это закончится, останется госпиталь, в который жители в Агучан смогут обращаться и дальше. Возможно, он станет диагностическим центром или центром реабилитации. А пока начинается работа. Тяжелая, но хорошо организованная. Анна Гейнц и Сергей Польшаков. Новости Прима. Новости Прима. Новости Прима. Новости Прима. Продолжение следует...